Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Температура воздуха ночью до плюс восьми. Днем 20-22 градусов тепла. Одной из самых актуальных и даже жизненно важных тем на сегодняшний день во всем мире является тема вакцинации против коронавирусной инфекции. У этой прививки сколько сторонников, столько и противников. Но на сегодняшний день спасением от этого вируса, считают специалисты, является именно вакцинация и приобретение коллективного иммунитета. Почему люди не хотят вакцинироваться? Как население активизировать на борьбу с этим заболеванием? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит заведующая терапевтическим отделением ковид-госпиталя «Северный» Зарема Джанкиозова. Доброе утро всем. Доброе утро, Зарема Магомедовна. Вы знаете, наша встреча, она, наверное, закономерна, потому что мы будем сегодня говорить об этой важной, нужной, вернее, наверное, самой важной теме, которая существует сегодня в мире, это тема вакцинации. Знаете, наверное, люди будут говорить, что эта тема и оскомину набила, и люди и устали от нее, но никуда не деться от того, что происходит сейчас в этом мире. И многие специалисты в один голос говорят, что спасение наше именно вакцинации. Хотя по статистике 45% населения против вакцинации, против прививки. Вот как вы считаете, как человек, который непосредственно сейчас работает в ковид-госпитале, почему люди так реально не хотят прививаться? С чем это связано, на ваш взгляд? На мой взгляд, знаете, изначально почему-то и, может быть, вот наша информационная сфера, как-то интернет особенно, да, негативно отнесся к вопросу возникновения этой инфекции и вакцине против нее. Вот какой-то бум был вначале, понимаете, а мы, как бы ни говорили, что реклама не работает и не воздействует на психику, мне кажется, она очень хорошо работает. Во все времена, когда возникала инфекция, ученые разрабатывали, находили возможность и средства борьбы с ней, и это в основном-то было против больших вирусных инфекций, всегда была вакцинация. Ну, говорить, что когда-то во времена, когда мы ездили на брычках, вакцинацию долго готовили, много методов было исследования, и говорить о современном веке, когда научные работы, разработки такого высокого уровня, что, в общем-то, вакцинация, вакцина была разработана в наикратчайшие сроки, и говорить, что это что-то типа чипов, там, я не знаю, чего только люди не говорили. Ну, это немножечко даже уже сейчас грустно об этом говорить. Вам мое честное мнение сегодня нужно, я его вам расскажу честное. Вначале, когда появилась вакцина, может, у меня тоже были сомнения, да, вот не говорю, потому что, ну, это спорная идея, да, в голове должно созреть. На сегодняшний день, отработав уже третью волну, вот я работаю уже третью волну, да, и смотря, как изменяется в характеристиках своих инфекция, и очень бурно меняется. А в этом мы несколько сами виноваты. Вы же знаете, да, что видоизменение это не потому, что только дельта-штамм или юрно-африканский какой-то штамм пришел, а потому что мы не боремся с ним. То есть вакцинация должна идти, превышать цифры 80-90% для того, чтобы опередить изменение штамма. Если мы этого не делаем, конечно, это вирус, он очень быстро адаптируется и набирает силу, и уже изготовленная вакцина своего воздействия не оказывает, ожидаемого. А при том, что наш народ еще и борется с этим, возмущается, ну, я бы этих людей, конечно, знать, это нельзя же снимать в госпиталях, что творится, показать людям, это противозаконно. Показать, чем приходится человеку к нам бороться, это может он только сам выйти вам рассказать. Как ему приходится выживать, вы имеете в виду? Это просто он выживает, и мы с ней стесним. Мы плачем, смеемся, выслушиваем весь этот психоз, все, что он говорит, и хорошее, и плохое, потом он извиняется, вместе с ним живем. Это ужасная инфекция. И я на сегодня, вот уже как врач, практик могу сказать, наше спасение в вакцинации. Я это дома честно своим родственникам сказала, я сказала это везде, где я хожу, я это говорю. Да, у меня были сомнения. Действительно ли она поможет, нет ли там какого-то подвоха? Нет там никакого подвоха, весь мир вакцинируется, и там те государства, те люди, где цивилизация достаточно воспринимает правильно то, что им говорят доктора, у них процент уже падает. И смертности, и заболеваемости. А у нас растет. А мы маленькая Карачаева, Черкесия. И сейчас редко кто скажет, что в семье нет умершего. Редко кто скажет, правда? Да, да, да. Но и в этом же не вина врачей, что они не могут и не успевают. А какая стоимость сейчас лечения? Да, я не говорю, что нет противопоказаний. Я этого не могу вам сказать. Или что кто-то из привившихся не может получить какого-то аютоиммунного неправильного ответа. Но процентное соотношение заболевших и людей, получившихся осложнение, ну это же несравнимые вещи. Да, кстати сказать, да, поступают больные, у которых прививки были, но не очень много в процентном соотношении. Привитых у нас, вот заболевших, очень немного. Мы же в статистику ведем очень жесткую для себя. Не для общества. Для себя врачи, чтобы сделать выводы, как дальше быть. Если даже они попадают, то переносят легче. То есть вот у меня возрастная женщина была, очень полная, то есть это опасное сочетание, когда возраст и повышенный вес. 160 килограмм у женщины был вес, плюс сопутствующая тяжелая патология. Но она вакцинированная была. Вот на грани с реанимацией шел процесс болезни у нее. То есть это просто неописуемо, как сложно все было. Но она выдержала и уехала домой. Ее слез, ее радости и нашего счастья вам не передать. Но это человек, который был вакцинирован. И я уверена, что эта женщина не выжила бы без этой вакцины. Не выжила бы. Но как активизировать людей? Как? Вот на ваш взгляд. На мой взгляд, к нам должны присоединиться в положительном позитиве. Вот это обсуждение в интернете, вот это негативное должно немножечко быть. Может, государственным ограничено, я не знаю. Те ограничения, которые сейчас вводят. Вот сейчас я смотрю опять, да, общественные места будут не посещаться. Без сертификата прививок не выезжаем за границу. Это все разумно. Но разум не так же должен идти. Ну, неужели непонятно, что... Ну, хорошо, молодые боятся. Там какие-то про генную инженерию разговоры идут. А возрастные? Вот чего боимся? Вот мне скоро 60 лет, да? Вот чего старше меня люди боятся? Чего они боятся? Неужели те осложнения, которые они получат, больше, чем то, что они привьются? Вот до меня не доходит эта мысль. Я их не могу понять. Старше 65 лет уже человек, который в этой жизни, в общем-то, кроме как заработал уже сопутствующие какие-то болезни, чего ему боятся прививки? Не понимаю. Я тоже не понимаю. Чего? Потому что эта болезнь, даже если они вроде бы... Ну, это в голове сидит где-то. Если они даже выздоровели, они считают, они просто живыми ушли из больницы. Но это же не значит, что они выздоровели. Та стенизация, которую они заработали, те психические атаки, которые у них будут, тот фиброз, который сложится в легких, тот сахар, который поднимается непроизвольно на фоне проводимой сложной терапии, та иммуносистема, которая пострадала после иммуносупрессорной терапии. Это все, пока восстановится, сколько времени этому человеку надо? Неужели это сложнее, чем нормально? Сейчас уже достаточно очищенное, освоенное достаточно, да, то есть уже со стажем работы идет. Вот я сегодня, пока к вам ехала, лекцию Царенко читала. Последнее его выступление профессор Царенко, реаниматолог с города Москвы, который в числе первых взял на грудь вот эту болезнь и ее последствия. Вот его лекцию читала об осложнениях, о последствиях и о дороговизне лечения, которое сейчас нам, ну, не каждой семье доступно сейчас покупать актеры, поверьте мне. Даже самодостаточной семьи, потому что сейчас одним видением, мы раньше могли, знаете как, на два человека по 200 ввести и двоих вытащить. А сейчас по 402 делаешь и никак не можешь вывести его в среднюю степень тяжести. Понимаете, куда идет болезнь? Куда она захватила, как она захватила территорию? И вот я вам действительно от всего, из глубины души говорю, вакцина-то единственная возможность сейчас спасти наш народ. Она должна быть больше 80% общественной иммунитетки, а у нас нет его, откуда ему быть. Да, когда люди так рьяно против. Я не понимаю, ну, делали от оспы, делали от полиэмилита, делали от кори, от столбняка, до последних дней мы делаем, но он же очень опасный тоже. Противостолбняющая привычка, тоже опасная же, тоже имеет свои последствия. Но почему-то в порядке вещей, что ее надо делать после того, как тебя укусила собака, или ты поранился ржавым гвоздем. Ну, и в чем проблема? Люди гибнут, в чем проблема сделать вакцинацию? Ну, какие-то противопоказания? Абсолютное противопоказание, как и любой другой прививки, и другого лекарственного препарата, и любого средства. Это анафилактическая реакция на саму вакцину или на ее какие-то компоненты. Второй, который... То есть это аллергики? Человек, нет, не аллергик, а у которой должен знать состав, то есть он перед тем, как сделать, должен знать состав. То есть если есть там элемент алюминия, там еще что-то на что, или просто вообще может дать реакцию, но не сделав прививку вообще, то, что у тебя на нее есть реакция, очень трудно судить. Просто по ее составу можно знать, там элемент алюминия чего-то, чего-то там, может на это. Все, это единственное абсолютное противопоказание. Противопоказание. Вскарливание считается относительным. Сейчас даже беременность не является уже абсолютным противопоказанием. Вы знаете, потому что если беременность вынашивает женщина, которая имеет сопутствующую сложную патологию, имеет какие-то иммунные состояния, и есть риск, что она не вынесет или погибнет во время беременности, ну, во всяком случае, за рубежом уже абсолютно есть практика прививки беременных женщин. В определенные периоды беременности, естественно, там же учитываются все показатели. В Турции, например, вот я последние новости смотрела, уже дети, имеющие патологию детскую, да, с 12 лет уже все, их прививают и так отпускают школу, потому что они понимают, что эти дети погибнут. Нация думает о своем будущем. А почему мы не думаем, я не могу понять. Почему так должны страдать наши старики, вот как они страдают в госпиталях, почему они так должны задыхаться, почему это должно случаться, если можно своевременно. Онкологически больные, как они мучаются, их невозможно лечить. Люди, у которых и так приходят с тромбоцитами 20 после лучевой химиотерапии, понимаете, прямое противопоказание, тромбоциты ниже 50, мы не можем проводить даже по показаниям ту терапию, которую они должны получить, потому что они погибнут тут же на шпице. Я слышу прям крик о помощи вашу, потому что вы сталкиваете. Я не понимаю, почему эти люди не могут знать, что он ездит регулярно в онкодиспансер, получает химиотерапию, да, то есть он будет сталкиваться. Человек, у которого понижен иммунитет на фоне проводимой терапии. Почему такая проблема прийти, привить этого человека, поберечь его эти 52 дня, то есть походить ему в маске, потому что этот человек должен между вакцинациями весь этот период беречь этого человека надо. Он вырабатывает иммунитет, ему нельзя сталкиваться ни с банальной инфекцией, ни с чем. Вот создать вот это элементарное, а не сидеть под окнами, плакать, помогите, спасите мою мать. Спасение, ну, абсолютно оно лежит на поверхности, как любая находка, знаете, она на поверхности. Но почему мы ее загнали в угол такого монстра, что это такой монстр, эта прививка? Единичные случаи есть амута иммунных проявлений, которые могут быть. Ну, как в любой другой... Как в любой, ну, вы принимаете НЛАприл всем миром, но он у 15% вызывает кашля. Но это же не говорит, что завтра вы не должны его принять, что он вам не нужен. Ну да, отменим тому, у кого есть противопоказания. Но вы-то будете продолжать, он же вам жизненно важен. Я абсолютно согласна с вами. Вот я вам приведу пример, свой личный пример. Совершенно недавно ребенок мой заразился этой инфекцией в школе. Принес домой, температурил 6 дней. Естественно, мы проводили терапию. Естественно, я как мама все время была рядом с ним, пили-ели из одной кружки. Я ухаживала за ним. Но я не заразилась. Что это, счастливый случай? Нет, я была вакцинирована. И я хочу, чтобы люди понимали, что это все-таки спасение. И обращаясь к нашим зрителям, я хочу сказать, берегите себя и своих близких. Спасибо. И вам спасибо огромное. Наблюдение за рыбами побеждает стресс. К такому выводу пришли ученые. Все любители аквариумных рыбок знают о том, что наблюдать за ними – настоящее удовольствие. Рассматривание плавающих существ полезно для здоровья. И это доказанный факт. Об аквариумных рыбках, их характере и влиянии на человека расскажет наш зооспециалист. Слово Светлане Шагановой. Доброе утро, Лена. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня я приглашаю вас в подводное царство. Доброе утро, Ольга. Доброе утро, Светлана. Какие яркие рыбки. Вы знаете, ну просто поднимается настроение. Что это за порода? Как они называются? Рыбки, которые привлекли ваше внимание, сразу называются тернеции. Ну, вообще тернеция изначально, вид рыбки, она бессветная такая, малозаметная рыбка. Со временем их начали подкрашивать с какими-то специальными средствами или лампами, что они приобрели такую окраску. Тернеции – мирные рыбки. Живут они, в принципе, со всеми видами рыб. Очень неприхотливые. Питаются, ну, как живым кормом, так и сухим кормом. В принципе, на одну рыбку надо 20 литров воды, чтобы она себя комфортно чувствовала в аквариуме. Потому что это, в принципе, их небольшой размер. Достигают они размеров от 5 до 6 сантиметров. Получается, они еще вырастут? Да, они подрастут. Но рост рыбки, конечно же, зависит от объема аквариума. Чем больше аквариум, тем больше рыбка в нем достигает своих размеров. А вот, смотрите, похожие тоже я. Да. Эти рыбки также были выведены искусственно. Рыбка Данио, она идет изначально просто серая рыбка с полосочками на своем теле. Потом также вывели вот этот вид равноцветных рыбок, которые светятся при определенном свете. Также мирная рыбка. В основном лучше держать стайками. Скажите, а вот эта рыбка и вот эта, они вместе могут жить на одном аквариуме? Да, они прочитаются. Они идти, и те рыбки мирные, друг друга трогать они не будут. Я обратила внимание, вот у вас здесь каждая рыбка вот по отдельности, да? Таким пушистым хвостиком, да. Эта рыбка называется петушок. Это бойцовая рыбка. Друг с другом в одном аквариуме они уживаться не смогут. На одного петушка нужно как минимум три петушки, курочки. Потому что он в период жизни своей выбирает одну из этих самочек и начинает с ней развивать свою дальнейшую жизнь. Так, а получается, если вот они по одному сидят, но с самкой может он сидеть, да? Сам, в принципе, петушок уживается с любыми видами мирных рыбок, но если он будет один в своем классе. То есть петушек можно подсадить в этот аквариум, но такого же самца ему подобного подсаживать нельзя. Потому что это будут петушиные бои, скажем так. Получается ревность, да, у него? Да. Они вот даже через стекло друг с другом пытаются бороться. Ну, а как они тогда выводятся? Вот их можно подсадить, самочку, да? Самочек, да, можно подсаживать. Ну, я же говорю, на одного самца нужно подсаживать как минимум три самка. И что, он будет из троих выбирать? Да. Выберет одну, которая ему более подходит по нраву, по натуре своей. И с ней уже будет строить пару, создавать... Создавать семейные отношения. Как и у людей, в принципе, да? Все так же у них. Так, а они чем питаются? Питаются они так же промышленными кормами, которые производят специально для рыбок. То есть там содержатся все микроэлементы, витамины, которые им нужны, рыбная мука, водоросли. В кормах, которые производят для рыб, там все содержится. Ну, еще помимо этого можно давать так же живой корм. То есть червячки, мотыль. Они тоже их не питаются. Ну, получается, вот можно приобрести одного самца и, к примеру, трех самочек, да? Еще немаловажный момент у петушков, что они могут жить без кислорода. То есть они берут кислород с поверхности, и дополнительных обустройств аквариума ему не нужно. То есть взяли бокал, посадили туда петушка, и наслаждаетесь, успокаиваете свои нервы прекрасной рыбкой. Ну, если вот одного петушка приобрести, посадить, ну, ему, наверное, будет скучно все же, да? Ну, желательно, конечно, подсаживать, если аквариум не оборудован, как я сказала, то подсаживать можно самочек, чтобы он не скучал. А таких рыбок тоже можно к ним подсадить, да, или нет? Только при наличии фильтр-помпы, которая будет подавать кислород, потому что остальные рыбки без кислорода не живут. А им не наградит кислород? Нет, наоборот, даже когда кислород поступает в воду, они становятся более активные и лучше себя чувствуют. А вот еще интересные рыбки, что вы знаете? Это рыбка скалярия, она относится к виду цихлидов, то есть это хищные рыбы, но из вида цихлидов это самая безобидная, ну, она, в принципе, уживается со всеми рыбками, только желательно их брать в парочки, чтобы они не трогали других рыб в аквариуме. В общем, такое у вас здесь дружное семейство, да? Можно взять разных рыбок, посадить в аквариум, успокаивать свои нервы, наслаждаться жизнью. Успокаивают. Можем подобрать, в любой аквариум подобрать рыбок, которые будут интересны и вам, и вашим близким. Спасибо, Ольга, за интересную беседу. Вот так, уважаемые телезрители, выходите успокоить свои нервы, вот приобретайте рыбок, наслаждайтесь, и все у вас будет хорошо. Всем удачного дня и до встречи в эфире. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, ну а в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok